Здарова всем! Кто сказал, что понедельник день тяжелый? По мне, так это самый продуктивный день на неделе. А если еще в этот день обещают шикарную погоду, то этот день прекрасен вдвойне. Поэтому мы сегодня решили поработать из нашего любимого парка на природе, на свежем воздухе. Также сегодня охота поговорить. Тема будет у нас уровень жизни. Покажу цены на товары, на продукты, на спортивную одежду, на витамины. Также расскажу о средней заработной плате и немного затрону безработицу. Оставайтесь, надеюсь, будет интересно. Также мы решили совместить приятное с полезным и организовали вот такой вот небольшой пикник. Значит, здесь у нас есть домашняя выпечка. Жена приготовила шикарный торт. Арахисовая паста, малиновое варенье, мед с орешками, тосты, белый мед. Крем-брюле. Здесь же у нас заваривается чай зеленый. День предстоит долгий, поэтому завтрак обязан быть плотным. Итак, для начала я хочу сравнить среднюю заработную плату в Москве и среднюю заработную плату, например, в Питтсбурге. Средняя заработная плата в Москве составляет 60 тысяч рублей. Средняя заработная плата в Питтсбурге составляет 6 тысяч долларов. А теперь давайте представим. Если бы один доллар стоил не 70 рублей, а, например, стоил бы 10 рублей. Что бы тогда было? Я для себя вывел очень простую схему. Один к десяти. Я сейчас объясню. Многие, когда приезжают за границу, отдыхаясь, либо на ПМЖ, ошибочно переводят местные цены в рубли. И вот когда они видят, например, бутылочку воды там за 5 долларов, они думают, что это космические деньги и все очень плохо. Но на самом деле это не так. Но, сказать по правде, я сам точно так же поступал и достаточно долгое время. Не мог себя от этого отучить. Как я вам уже до этого писал и рассказывал, что свою первую студию я снял за 450 долларов. То есть представьте, вот для меня 450 долларов – это как 4,5 тысячи рублей в Москве, в России, например. Только что я смогу снять за 4,5 тысячи рублей в той же самой Москве? Я живу примерно в 20 минутах езды от центра города по трассе. То есть, ну, например, это Химки. Разве я смогу найти в Химках квартиру за 4,5 тысячи? Думаю, что нет. Далее. Опять же, схема 1 к 10. Для меня 1 доллар здесь – это как 10 рублей. Что можно купить в России на 10 рублей? Ну, не знаю, там, пачка жвачки, вода, спички. Здесь на 1 доллар. Есть целый супермаркет, где можно купить различные товары по 1 доллару. А вот тот самый супермаркет, который посвящен 1 доллару. Помните, я вам рассказывал про схему 1 к 10? Что, исходя из местного ценообразования, для нас 1 доллар – это как 10 рублей. Давайте сейчас посмотрим, что можно приобрести, грубо говоря, на 10 рублей. Продукты. Ну, как продукты. Чипсы различные. Газировка. Все по одному доллару. Замороженные продукты. Посуда. Кружки, стаканы, тарелки. Тоже все по 1 доллару. Так, вот поехали с самого начала. Замороженные щетки, зубная паста. Витаминчики различные. Биотин. Мелатонин. Витамин В12. Витамин С. Все по одному. Короче, этому магазину нужно посвящать отдельный выпуск. Потому что здесь действительно очень много всего, что стоит 1 доллар. Вот, то есть, для меня 1 доллар здесь – это как 10 рублей. 10 долларов – это как 100 рублей. 100 долларов – это как 1000 рублей. Но для России 100 долларов – это как 7 тысяч. 7 тысяч рублей – это огромные деньги. Но на самом деле все не так. Еще раз объясню. Вот представьте, если бы аренда жилья, автомобиль, продукты обходились бы вам в 10% от вашего дохода. То есть, например, вы зарабатываете 60 тысяч рублей в месяц, из которых вы 6 тысяч тратите на жилье. 6 тысяч вы тратите на продукты. За 6 тысяч вы можете приобрести автомобиль. Старенький, но на ходу. Вот здесь вот такая вот политика. То есть, 6 тысяч долларов, из которых жилье, например, 450 долларов. Машину я могу купить за 600 долларов. Продукты мне обходятся примерно... Ну, знаете, у кого какие запросы. Но можно ни в чем себе не отказывать на 1000 долларов в месяц. Так, 69 центов стоит черный хлеб. Белый хлеб стоит 79 центов. Для всех, кто говорит, что за границей бутылочка воды стоит 5-3 доллара. Вот. Здесь 24 бутылки. Стоит 1,99 доллара. Так, различные йогурты. Различных вкусов. Стоит 32 центов. А сама такая штучка. Вот такое вот сравнение. Итак, что касается самой заработной платы. В Америке нет ежемесячных окладок. В Америке нет трудовых книжек. Здесь есть минимальная оплата труда в час. Она разная. От штата к штату. Например, в Пенсильвании она составляет 8,5 долларов. На минималку чаще всего работают те, кто имеют параллельно дополнительный источник дохода. Типы. Чаевые. Например, официанты, уборщики, экскурсоводы получают помимо минимальных 8,5 долларов в час 20% от заказа. Далее. Американцы работают 40 часов в неделю. Если они работают больше, работодатель обязан выплачивать по двойному тарифу. Эти 40 часов вы можете отработать за 4 дня и 3 дня, сделать себе выходные. А здесь все зависит от вашего умения и стремления. Далее. По поводу чаевых. Чаевые либо указываются в счете, либо же ставятся и оставляются людьми. Это элементарное воспитание, которое идет от начальной школы и, конечно же, могут не оставить. Но это знаете, как, наверное, плюнуть в тарелку. Здесь это не приветствуется. И чаевые оставляют в основном всем. В Америке очень высоко ценится труд. Помимо интеллектуального, такого как доктора, профессора, инженеры, очень высоко оценивается физически тяжелая работа. Например, если вы механик, электрик, сантехник, строитель, вы можете зарабатывать здесь очень хорошие деньги. Возьмем, к примеру, электрика. А минимально, сколько зарабатывает электрик в час, составляет 30 долларов. Например, если вы не можете поменять у себя дома лампочку, вы вызываете электрика, и он это сделает за 50, 40, 30 долларов, смотря у кого какие расценки. Я считаю это справедливо. Вспоминая просто свою работу в Москве, когда я работал в разнорабочем на стройке, за 15-часовой рабочий день я зарабатывал примерно, ну, чуть более 900 рублей. 900 рублей, ну, это 15 долларов за день, за 15 часов, то есть 1 доллар в час. Это несправедливо и нечестно, и нет никакой мотивации. Поэтому здесь очень много людей, которые работают руками, им это нравится, и они за это хорошо получают. Итак, расчет заработной платы осуществляется каждые две недели. Каждые две недели вам выписывается чек. Работая на чек, вы работаете официально, потому что с чека фиксируются налоги. Чек легко проконтролировать, отследить, особенно если вы госслужащий. Если вам на счет поступает крупная сумма, вас обязательно за нее спросят. Поэтому в Америке так мало коррупции. А если она и есть, то миллиардами и на федеральном уровне. Далее. Очень мало кэша в обороте. Кэш – это наличные деньги. Кэш – это теневые ресурсы, которые невозможно отследить. Работая за кэш, вы работаете нелегально. То есть все выплаты осуществляются только чеком. И знаете, в чем заключается парадокс? В Америке очень тяжело встретить профессионала своего дела. Чаще всего работа происходит некачественно. Срываются все сроки. Даже поход к парикмахеру приносит огромные проблемы. Проще купить машинку и подстричь себя дома самому. Потому что в любом случае после того, что они сделают, придется переделывать. Или, например, перед нашим открытием, когда мы открывали наше кафе, мы заказывали логотип. В американской компании. Логотип должен был быть сделан в течение двух недель. В конечном итоге мы открывались без нашего имени, без логотипа. И ждали мы его еще два месяца, пока нам его сделают, привезут. На вопрос, почему так долго, они разводят руками, что извините, там у нас то поломалось, у нас там этот не приехал, у нас тот не пришел. Короче, в любом случае, они не... Ну, виноватых здесь нет. А идти просто некому. Очень низкая конкуренция. То есть, например, на нашем районе, в котором мы проживаем, всего одна компания, которая занимается производством логотипа. Поэтому они могут так себя вести. Полное отсутствие сервиса, полный непрофессионализм. И как итог, никакого качества и потраченные нервы. Сейчас, наверное, те, кто меня смотрит, и те, кто уже долгое время находится в США, на 200% со мной согласны. Я работал с американцами. Точнее, американцы работали у меня. И могу сказать, что в 70% это довольно-таки ленивые люди, избалованные. Они постоянно опаздывают. Им постоянно нужен перекур, перерыв. Они могут позвонить и сказать, что, слушай, знаешь, вчера была вот пятница. Я очень сильно отдохнул, перегулял. И в субботу я планирую отсыпаться, поэтому я не приду. Американца просто так не уволишь. Если это происходит, ты обязан выплачивать 50% от среднего заработка в течение трех месяцев. Или пока этот человек не найдет работу. Да, конечно, иногда я тоже охерел. В том плане, что иногда я могу себе позволить расслабиться. И иногда, может быть, накатывает лень. Но я себя всегда ловлю на мысли и на воспоминаниях о том, через что мне пришлось пройти. Да, конечно, сейчас обороты немножечко поубавились в плане тяжести и какой-то физической нагрузки. Но все равно каждый день я целенаправленно достигаю то, что я себе ставлю. Все свои цели, все свои планы я обязан выполнить. И мне действительно есть чем сравнивать. То есть я сравниваю по приезду сюда, как я работал. И сравниваю по тем воспоминаниям, которые были в России. И это помогает, помогает держать себя в тонусе. А этим людям просто не с чем сравнивать. Всю жизнь, можно сказать, все преподносили на блюдечке. Постоянно был корм в кормушке. И ни о чем не нужно задумываться. Не нужно планировать завтрашний день. В общем, все очень просто и легко. И, пожалуй, самая интересная, смешная, грустная, абсурдная тема, которая касается безработицы. Я стараюсь не смотреть новости, не читать там различные демотивирующие паблики. Но, как говорится, иногда прилетает. И интернет просто пестрит информацией о том, что в Америке на сегодняшний день 40 миллионов безработных. Такого не было ни в один кризис. Наступает крах экономики. Люди остаются на улице ни с чем. В общем, полный коллапс и так далее. На самом деле все не так. Я сейчас объясню. По истечению шести месяцев любой работающий американец может податься как unemployment, безработный. Для меня раньше было шоком, когда я встречал американцев, и они говорят, что вот, осталось пару месяцев потерпеть, и я смогу наконец податься как безработный. Я очень устал, мне тяжело. Я хочу поскорее, вот, так скажем, отдохнуть. Пособия по безработице выплачиваются каждую неделю в размере шестиста долларов. Как я уже говорил, в Пенсильвании минимальная оплата труда в час составляет восемь с половиной долларов. Так как американцы работают сорок часов в неделю, то это примерно триста тридцать долларов в неделю. Зачем выходить на работу? Зачем что-то делать? Зачем там двигаться, мыть, стирать, я не знаю, убирать, когда можно просто, ничего не делая, получать шестьсот долларов. Поэтому все и начали подаваться на пособия по безработице, потому что это выгодно. С той ситуацией, которая сейчас происходит в мире, с коронавирусом, убрали сроки в шесть месяцев, и теперь любой желающий может податься вот хоть сейчас. но параллельно работая за кэш, за наличные деньги в другом месте. То есть получая пособия по безработице, они работают на другой работе и чувствуют себя прекрасно. А теперь бонусы. Если вы женщина, и у вас около трех и более детей, и вы живете с мужчиной в гражданском браке, вы можете подаваться на бесплатное жилье. И это не просто барак. Это хороший, большой, чаще всего двухэтажный дом. Но вы обязаны показывать, что вы работаете на минималке, минимальные часы отрабатываете. И тогда вы попадаете под категорию матери-одиночки многодетной семьи. Вам положен дом. Далее, если у вас проблемы со здоровьем, например, ожирение, вам выплачиваются пособия по инвалидности. Плюс, если вы малоимущая, мать-одиночка, многодетная, на каждого ребенка вам выплачивается порядка полутора тысяч долларов. плюс это бесплатные талоны на продукты, на еду. Это бонусы. И знаете, это как своего рода бизнес. Иметь огромное количество детей, никому не нужных, не следить за своим здоровьем, и быть ленивым человеком, можно получать очень хорошие деньги и ни в чем себе не отказывать. Вот только абсурдность ситуации заключается в том, что все эти выплаты, все эти пособия, начисления и, можно сказать, оплачивают такие вот простые, обычные гастарбайтеры, которые приезжают в эту страну за новой жизнью, без связей, без родных, без языка, без денег, без документов, рискуют, возможно, поначалу где-то не досыпают, может быть, не доедают, но самое важное, у этих людей есть цель, а все, у кого есть цель, имеют будущее. И такие люди никогда не сдаются. Ну, на сегодня, думаю, достаточно. Чаечек стынет, нужно поработать. Я надеюсь, информация была полезна, интересна. Спасибо всем за внимание. Дальше я добавлю нарезку на цены на продукты, на спорттовары, на витамины. С вами был Тони Винатор. Охота поговорить. До новых встреч, друзья! Вот неплохой продуктовый магазин с европейскими продуктами по довольно низким ценам Aldi. Можно найти качественный товар, качественные продукты. Сейчас зайду внутрь, покажу вам, что там по цене. Люблю фисташки. Здесь вот полкилограмма. Стоит 6 долларов. А 1 ЛБ, то есть 450 грамм, стоит 4 доллара. Хороший, крупненький. Смотрите, вот такой вот кусочек полуторакилограммовый атлантического лосося. Сейчас стоит 22 доллара. И на него еще 5 долларов офф, то есть 17 долларов. Увесистый, нормальный. Твои любимые креветочки. 5,64. Такие вот крупненькие, 23-30 штучек в паффе. Так, ребра свильные, примерно 3,5 килограмма, стоит 18 долларов. Так, устрицы, 6,88. 6 штучек. На этом месте все-таки у нас осталось. Я без понятия, сколько их здесь. Ну, пачка тяжелая. Стейк, дебэй. Два кусочка стоит 12 долларов. Дебинная грудка. 7 кусочков. Стоит 9 долларов. Примерно весит она 2 килограмма. Вот эта упаковка. Из моих любимых отделов спортфит. Так, протеинчики начинаются от 14 баксов. С-4. Так, по поводу таблеток. Значит, 10 долларов. Рыбий жир. 1000 миллиграмм. 400 капсул. Далее. Крутой комплекс витаминов. One day, то есть по одной таблеточке в день. 300 таблеток. Это мужской. Вот такие витамины здесь. Можно сказать, на год. Такая баночка. За 17 баксов. Также есть женский. Тоже 17 долларов. Те же 300 таблеток. И за 50 тому мужчина и женщина. 18,99. Так, что еще? Так, детский мультикомплекс. Стоит 10 долларов. Две баночки в форме мишиганы. с различными вкусами. Вот здесь апельсин, вишня и зеленое яблоко. От конфеток ничем не отличишь. По вкусу я имею в виду. рюкзаки. Рюкзаки очень качественные. Питтсбург Пингвинс. Это хоккейная команда. Пайротс. Это бейсбол. Тоже вот они стоят по 5 баксов. Нормально. Хотел поснимать про спорт. Но снимать тут по сути особо нечего. Велики все разобрали. Остались только детские. Так американцы называют туалетную бумагу. Цены разные. Тут 3 доллара. 3 доллара. 5-6 долларов. Бюджетно замутить какую-либо тематическую вечеринку цветовую не вопрос. Вот комплекты различные. Тарелочки. Стаканчики. все стоит по одному доллару. Пластиковые контейнера. рамки для фотографий. Это такой женский отдел. лаки. Пилки. Помада. Ресницы. Крема. различные. Все по одному доллару. различные. Вот мои любимые. Гелевые шары. Один шарик стоит 1 доллар. различных различных вариаций. Девайсы. Наушники. Переходники. зарядные устройства. Чехлы. Все по одному доллару. лакомы. Девайсы. 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 Девайсы.